На территории дома-интерната в поселке имени Горького появился мемориальный комплекс, посвященный 75-летию Победы. Мемориал увековечит имена ветеранов войны, которые проживали в учреждении с момента его открытия. Репортаж Анастасии Привецкой. Их имена остаются в истории. Помните! Сквер Победы открывают труженики тыла. Среди проживающих в доме-интернате осталось три ветерана. По состоянию здоровья они на церемонию прийти не смогли. Рядом с их именами на мемориале выбиты имена еще 105 участников войны. Совет ветеранов интерната решил и предложил администрации, в том числе мне как директору, увлекоречить память участников Великой Отечественной войны, которые в свое время жили в интернате и вносили свой вклад в его развитие. Сквер Победы – совместный проект правительства Хабаровского края и компании «Транснефть Дальний Восток», которая в создание мемориала вложила 775 тысяч рублей. На эти деньги в сквере возвели четыре мраморных плиты и символ Красной Армии – звезду. В этом году мы приняли активное участие в благотворительных мероприятиях, проводимых во всех регионах нашего присутствия. Это Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край и Приморский край. Но наиболее значимый из них – это Сквер Победы, где мы сейчас с вами находимся. Строительство мемориального комплекса начали год назад. Обустраивали сквер сами постояльцы и работники дома-интерната. Я думаю, что задача не только открыть сквер, но и дальше его поддерживать и развивать нормально это учреждение, чтобы в нем было очень комфортно. Летом следующего года во дворе учреждения появятся три новых спортивных площадки для уличных игр. Ведь в учреждении проживает и много молодых людей. Анастасия Привецкая, Вячеслав Гирич, телеканал «Губерния».